Вороний Скалы 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 Я знал, что ты передумаешь Я попрошу тебя быть моими глазами и ушами Обыщи Воронию Скалу и посмотри, не сможешь ли ты вычислить кто эти изменники Лучше всего начать с разговора с Гелдисом Садри в клубе Пьяный Нетч Если он сообщит что-нибудь интересное сперва проверь а потом уж иди с этим ко мне у меня нет права на ошибку предатели большинство из них может быть, приняв сторону империи они приобрели политическое и экономическое влияние но сердцем они никогда не были с народом данмеров Хлаалу заслуживают той ненависти которую все стали испытывать к ним, когда империя оставила Моровинт так как у них всегда были тесные связи с империей они тут же превратились в козлов отпущения виновников страданий данмеров они приняли империю с распростертыми объятиями и неплохо погрели на этом руки и вот каков итог они больше не считаются великим домом и изгнаны из совета во время кризиса обливиона врата в измерении даэдра открылись по всему Моровинду империя отозвала из Моровинда большую часть войск чтобы разбираться с вратами на собственной территории оставив нас практически без защиты у нас в то время не было регулярной армии только отдельные очаги сопротивления дом редаран взял все в свои руки и постепенно создал армию на это ушли годы но с этой силой стали считаться с этой силой и с этой силой на армию мировинду во время вторжения Эхтамриэля. Большинство из дома Ридаран, но есть и из других домов. Большая часть из них живет очень далеко от Солстейма. Мы можем время от времени обмениваться письмами, но иногда это занимает месяц. Как бы ни было, в такие времена любые сведения, которые нам удается раздобыть, я считаю жизненно важными для дома Ридаран. Не беспокойся. Гелдису можно доверять. Он уже давно с нами. Иди в клуб пьяный нянч. Если у тебя отъехло в горле горшина. Добро пожаловать в клуб пьяный нянч. Лучший суджам мы тебе нигде. Шахта открыта, народ снова покупает выпивку, я снова при деньгах. Как в старые добрые времена. Поговаривают, что среди нас живут ассасины. Наверное, хотят убить советника Морвейна, хотя кто знает. Так-так, у Адрила завелся шпион, верно? Азура знает, как ему нужна помощь. Он гоняется за уленами уже много лет. Нет. Я просто думаю, что он не с того конца берется за дело. Вообще-то, да. Если хочешь поймать скользкую рыбку, сделай так, чтобы она сама к тебе приплыла. Рядом с храмом есть родовая гробница уленов. Кто-то оставляет на алтаре подношения. Пепельные бататы. Если ты подождешь внутри и выяснишь, кто это, у тебя наверняка появятся ответы на некоторые вопросы. А почему ты думаешь, что я не говорил? Каждый раз, когда Адрил и Ридаранские стражники делают ход, у Лены оказываются на шаг впереди и ускользают. Благодарить будешь, если это сработает. А пока бы я на твоем месте пошел в склеп и ждал гостей. В 95-м Вилур Улен приехал в Воронью Скалу, чтобы захватить наш город. Негодяй думал, что сумеет настроить местных жителей против Ридаранских стражников и под шумок убить советника Морвейна. Приехал он один, но так сыпал деньгами, что у него начали появляться сторонники. К нему примкнула половина проклятого города. Можешь себе представить? Он недооценил Ридаранских стражников. Они не теряли бдительности и быстро положили конец заговору. Вилур пытался бежать, но его поймал лично капитан Вилет. Вскоре после этого Вилур Улен был казнен, а его останки захоронены в родовой гробнице Уленов. Ридаранская стража обнаружила в горах стаю вервольфов. Охотники на утесе Морозной Луны могут знать больше. Когда Данмер умирает, тело сжигают, и оно превращается в пепел. В пепельную землю. Поскольку пепельный ботат рождается из той же почвы, он символизирует возрождение и обновление. Тот факт, что жизнь заканчивается и снова начинается. Хорошо, она твоя, Надень. Спокойной дороги. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Отчет Продолжение следует... 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 Продолжение следует...